Александр Михайловский, Юлия Маркова. Похищение Европы. Вступление. Летняя осенняя кампания 1942 года, затянувшаяся до конца декабря, была победоносной, но обошлась Советскому Союзу чрезвычайно дорого. Тяжелые сражения, непрерывно гремевшие на советско-германском фронте в течение полугода, позволили отвоевать огромную территорию и нанести врагу тяжелые поражения. Тем не менее, возможности Красной Армии к началу января 1943 года были на исходе. Потери, конечно, нельзя было сравнить с потерями лета осени 1941-го, однако они все же были значительными. За все это время Красная Армия потеряла погибшими 700 тысяч бойцов и командиров, и 2 миллиона были ранены. Некоторые неоднократно. Кроме того, существенные потери в технике понесли авиационные и бронетанковые части. Орудия артполков РВГК требовали замены расстрельных стволов, а растраченные запасы топлива и боеприпасов – пополнение складов. Впрочем, гитлеровской Германии тоже было недоактивных действий. За эти полгода она понесла жесточайшие потери, и теперь ей приходилось зализывать почти смертельные раны. Но при этом в ходе безудержного наступления была освобождена практически вся территория СССР, а также Румыния, Греция, Албания и половина Югославии. Первому украинскому и первому белорусскому фронтам удалось зацепиться за краеши Польши, в силу чего в Люблине, как было и в нашей истории, уже сидело народное правительство Болеслова-Берута. На севере Скандинавии Красная армия разгромила и уничтожила армейскую группу вермахта Лапландия, нанесла поражение и заставила безоговорочно капитулировать армии Финляндии и Швеции, установив контроль над территорией этих стран. Захватила у германской армии территорию Норвегии, остров Зеландии с городом Копенгаген и остров Бронхольм. На юге были захвачены зона Черноморских проливов, западная Армения и область Смирны, впоследствии переданные Народно-демократическому правительству Греции. В силу вышеизложенного, после окончания операции Нахимов и до конца марта на Советско-германском фронте установилась оперативная пауза. Проглотив в ограниченный срок значительную территорию, Красная Армия следовала ее проживать, переварить, восстановить проходящие через нее транспортные коммуникации, а также провести мобилизацию мужчин призывного возраста, которые летом 41-го года остались на оккупированной территории. Тут были и те молодые люди, кого просто не успели призвать, и военнослужащие РККА, которые, оказавшись в котлах в первые самые страшные месяцы войны, избежав плена, расползлись примаками по белорусским и украинским хатам. Не герои-партизаны, но и не изменники Родины. Так, бабьи-осеменители. Хата-скрайники, серединка наполовинку. По подвигу им будет и награда. В отличие от молодых людей и бывших партизан, этих призывают сразу в штрафбат. И только потом те, что выживут, попадут в строй обычных дивизий РККА. Определенных усилий, причем весьма серьезных, и присутствие значительных воинских контингентов потребовала борьба с националистическим бандподпольем на территории Финляндии, Прибалтики, Западной Украины и освобожденных районах Польши, в зоне Черноморских проливов и Западной Армении. И хоть немецким солдатам даже одним глазком не удалось глянуть на Кавказские хребты, неспокойно было в Чечено-Ингушской ССР, Калмыкии, Дагестане и даже в родной для вождя Грузии. Не хотелось детям горы, степей на фронт, туда, где стреляют и убивают, где надо выполнять приказы командиров и, главное, где требуется воевать за чужое и непонятное им советское государство. Вот и скрывались по горным ущельям и степным кочевиям банды молодых людей, уклоняющихся от призыва, создавая заботы органам государственной безопасности. Чекисты их, конечно, ловят, судят, посылают на канал, на уран, да только конца края этой проблемы не видать. И советской власти так и хочется сорваться и устроить массовую депортацию маленьких, но гордых народцев в Сибири и Среднюю Азию, но нельзя. Товарищ Сталин уже знает, что, по большому счету, в масштабах десятилетий этот метод ничего хорошего Советскому Союзу не принесет. А вот в Крыму было тихо, несмотря на отсутствие тех самых массовых депортаций. После досконального и неукоснительного исполнения советского законодательства в отношении врагов народа и пособников немецко-фашистских оккупантов некого было депортировать. Все виновные вкалывают на стройках атомного проекта, а на рудниках в Зеравшане в одном флаконе золота и уран. Их дети, те, что не доросли до тележной чеки, отданы в детдома, а остальная родня сослана и разбросана по многочисленным поселениям ЧСС и ИР на необъятных просторах Сибири и Камчатки. Правда, тех крымских татар, которые служили в Красной Армии и не нарушали присягу, с фронта не убирали. При этом действовало правило «герой Советского Союза» или просто орденоносец, даже если он получил награду посмертно, имеет право вернуть своих ближайших родственников из ссылки обратно на родину. И теперь время тишины на фронтах подходило к концу. Два с половиной месяца оперативной паузы, когда Красная Армия вела на фронтах только бои местного значения, а части НКВД в основном занимались операциями умиротворения в ближних и глубоких тылах, устраняя разные пережитки старины, не прошли для Советского Союза даром. Вернулись из госпиталей раненые, а молодое пополнение недавнего призыва прошло полный курс боевой подготовки. Взамен техники и вооружения, изношенных и подбитых в боях, на замену были изготовлены и получены по ленд-лизу большие партии новых, более совершенных катеров на воздушной подушке, танков, орудий, артиллерийских тягачей и самолетов, а склады были пополнены топливом и боеприпасами. Настал момент, когда Красная Армия снова ощутила в себе силы в ходе предстоящей весенней летней кампании пощупать вермахт за теплый волосатый сосок. Вопрос был только в том, где, когда и какими силами будут нанесены основные сокрушающие удары, целью которых станет окончательное уничтожение Третьего Рейха и установление советского контроля над континентальной Европой. Необходимо было добиться максимума стратегического эффекта при минимуме собственных людских потерь. Впрочем, немцы тоже не теряли времени. Пути лица сотни тысяч спешно мобилизованных расово-неполноценных рабов возводили по рубежу Вислы очередную версию несокрушимого Восточного Вала. Впрочем, Красная Армия и не имела намерений таранить медным лбом железный забор долговременной обороны в несколько рубежей, протянувшийся от предгорий Карпат до самого Балтийского моря. Верховный главнокомандующий Советского Союза не собирался заставлять Красную Армию грызться с фашистским зверьем со стороны его жесткой зубастой мордой, а вместо этого предпочитал терзать ударами его мягкое балканское подбрюшье, заставляя врага буквально истекать кровью. Так что следующая стратегическая наступательная операция на южном направлении советским командованием была уже спланирована, наряд сил на нее выделен, и в канун начала весенней кампании оставалось лишь уточнить некоторые детали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова